Мы продолжаем разговор о естественном, переходя к искусственному. И у нас проекты этого года объединены именно этим понятием. Естественное искусственное. Моя выставка называется «Моделирование будущего». Почему так? Потому что вот картина, которая сзади меня, она именно носит такое же внимание. И здесь я размышляю над переходом нас, как людей, в новое состояние. Здесь изображены нейросети естественные, те, которыми мы все обладаем в нашем фангу. А это искусственные нейросети. Сейчас происходит оцифровка «Монта». Над этим работают ученые во всем мире. И мы не знаем, чем это закончится. Хорошим? Плохим? Сейчас об этом идутся большие споры, сказания. И эта тема очень волнительна, потому что мы на себе чувствуем, как мы изменяемся под влиянием волосы к нам. Объект «Девочка-сиша» — это как раз такой символ этого нового мира, где девушка ходит, радостно держа палочки-селфи. И она довольна и счастлива всему. Вокруг нее летают такие какие-то непонятные насекомые или птицы. И ей все очень нравится. Символ этой палочки-селфи может быть применен и к нашему мнению, когда мы при помощи нее оказываемся в виртуальной реальности очень быстро. Здесь эта инсталляция называется «Постарай». Здесь уже напечатаны для принтера копии этой девочки-шкульптонки 50-й годы. Они ракомасштабные и танцуют на искусственной траве, пиксельной под звуки барочной музыки Жан-базиста Люли и охрапления звуков электронных типов. Картина, которая находится на стене, это моделирование воспоминаний. Ну, кто живет в Черногории или же, в общем-то, ее посещает, может уловить в очертаниях Богородовский залив. И два из главных туристических элемента, для предпринимательности – это острова Угор-де-Пьерс. Это происходит все тоже на поле для моделирования 3D-программы. Именно такая программа позволяет двигать объекты, изменять их и дополнять. Говоря в этой картине, я говорю об неустойчивости и изменении наших воспоминаний в зависимости от образования новых миров. Что его зовут? Тесла. Элон Маск. Он пропагает, что мы идем к муне, и мы landем там, и мы будем... Что это? Трилоги? Вы знаете, художник, который написал трилоги о том, что люди, которые идут от Земли и в поле, и в поле. И тогда есть одна семья, которая живет на интеллигенции. Живопись, если посмотреть на эти картины внимательно, вы на самом деле потратите какое-то количество времени, чтобы остаться наедине с ними, потому что они просто откроют вам какие-то такие глубины, которые... Ну, можно даже просто туда пойти и поговорить о том, что видит около картин. Но когда я ее живу увидела, она потрясающая, она какая-то объемная, глубокая, если на нее долго смотреть, она начинает светиться, с ней начинают какие-то чудеса происходить. Вы правда на АПО потратили? Меня зовут Максим. Выставка мне понравилась. Единственное, что я хотел бы добавить, что, в принципе, эта тема уже исследовалась относительно давно, начиная с таких популярных, даже массовых фильмов, как «Терминатор», «Матрица» и так далее. Я молодое поколение, мне можно говорить и на более простом уровне. Сейчас действительно эти технологии стали ближе, и действительно появилась необходимость в том, чтобы их осмыслить. На этот случай хотел бы также еще привести пример «Черное зеркало». Очень рекомендую посмотреть данный сериал, знакомые, очень рады. И что самое важное? Я считаю, что так или иначе за нейронной сетью все равно стоит человек. И то, как мы будем применять эти сети, зависит не от сети, а от нас. Это важно понимать. Мы приехали к вам сегодня в большой компании, потому что мы здесь отдыхаем, но нам очень не хватает культурной жизни. И сегодня мы получили большое удовольствие, потому что ваша выставка замечательная. Там есть над чем подумать, что посмотреть. И мы получили реально большое удовольствие. Меня зовут Наталья. Какой я вам скажу, что такое интересное? Я думаю, что это очень интересное, что мы имеем в виду, с внутренним интеллигентом, и связи с этим. И обнаружение этого в Вишуэллорде, и произведение этого в Вишуэллорде, Людмила делает нам в отличие от того, что я очень рад. И я очень рад, что в будущем придет к нам. Поэтому, неожиданно, не складывалось, что нейронные сиди такие и такие, они не очень далеко. Сейчас я сейчас перебору. Что будет? Нет, если честно, не волнуй. Потому что что-нибудь да будет. Супер уметник. Све лепо спремила, лепо нас почастила, угостила. И одна лепа, добра жена и комшинница. Прекрасно. Спасибо. Прекрасно.